всем привет еще раз второе блять февраля и на пятиминутка илья ну все последняя долгожданная обезьянка для меня лично чё у нас тут вид плл дудук синяя чё там показывать все видели всем она глаза измусорила блин я вот думаю что вот это обезьянка меня тоже не разочарует как и вчерашние потому что по мне так это вот две проверенные обезьянки потому что их было 4 до 2 года назад осталось только две вот это и вчерашняя и потом уже пошла вот эта шляпа нет ну сначала появился появилась новогодняя короче у меня такой ум и заключения пока сидел там допивал шнайдер вас вайс пришло такое умозаключение что вот эти новые обезьянки не тоже все пропадут просто пока закупили естественно если заказывать то это гигантская партия просто нереально большая на там хватит на полгода наверное как минимум для продаж вот и умозаключение такое что смотрите две обезьянки предыдущие они вышли из продаж почему да потому что они по ходу хреновые были две оставили все-таки до плюс новогодняя тоже до в прошлом году была обезьянка причем в 0 5 баночки что вообще как бы было каким-то неожиданностью какой-то было нонсенсом каким-то было в этом году смотрите ее не стали делать и вот сейчас опять три обезьянки вот вышло этого сначала портер вот этот ужасный потом этот бог и нью-ингланд нью-ингланд может еще продержится скорее всего портер вообще вряд ли потому что он ну совсем плох мне даже никто не говорил не писал что нормальный портер да не путаю или стал стал блять стал кто портеры никто не любит варить стал он скорее всего как как он закончится в запасах он пропадет нью-ингланды я смотрю даже обзорщики хвалят какого хрена вообще что там такого интересного я не понимаю вот и бог тоже смысла стронг бога вот этот тоже смысла не вижу его держать потому что но этот те же самые наши вот эти вот крепыши как говорится вышел брать их вообще не понимаю но на них тоже вот кто-то повелся на него сальдо хорош по или в комментариях я не помню уже соли до нормальные пивы блять ну смотря с чем сравнивать зачем нормальная может быть и нормальная но смысл я же об этом и говорил я мысль об этом и доносил а смысл вот этого пива если у нас таких аналогов крепышей вот этих выше крыши то есть мне кажется их продадут партию которую заказали до миллионами дека литров и все они тоже пропадут вот эти две пока держатся но вот вчерашний раз не разочаровал тут мне тоже по аромату пока что все нравится хотя вот новогодний вот какого я так ждал блин не вот для новогодних выпусков так не хватало до 14 числа всяких новогодних или там или просто новогоднего пива да я думал блин выпустит не выпустят оплошали ну просто допилили бы что-нибудь допилили но видимо получается чтобы допилить это было бы дороговато и хер они забили на это а на данный момент у нас вайлд манки с вид пэйл эль комбо of финн с цвет вид хоббс а ну типа охмелили так ну давайте раз охмелили мы же тут так 5 пробовали ну блин нет она старая десятого месяца как бы да если там хмель какой-то и плавал то он устал он как бы прослеживается но очень надалеке чувствуется что это не вид не просто вид то есть вид то он тоже чувствуется но вот он какой-то вот такой ну давайте думать смотреть светлая нефильтрованная пастеризованная баун все дела опять в середину куда-то состав спрятали что ли до состав вода пшеничный солод ячменный солод хмель экстракт хмеля дрожжи отлично я ничего против ними 5,6 процентов алкоголя крепенько нормально слушайте 12,7 но тоже плотность как-то ну ну нормально 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 просто не нет не сильно его бродили чтобы она была не схем сладковатым так еще разик напоследок да какой-то хмель про проявляется но извините меня с 10 месяца конечно он стал приятный оранжевый цвет вот этот цитрусовый такой хороший давайте проводим слушать ну да ну да 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 мать его это приятное сбалансированное хорошее пиво в отличие от этой тройки новинок который я перечислил это блин сбалансировано это хорошо это приятно пить очень и хмелек все еще он остался да он не горький ничего просто чувствуется хмель горечи нету вид он смягчает пшеничка смягчает эту горечь это блин приятно пить я понимаю почему вот эти вот два стиля оставили в этой линейки то есть это был встречен до вчера был сейчас вид я понимаю почему они остались я понимаю почему опять к новому году не сварили новогодние но вот это сейчас которая продают это просто вот издержки его надо продать его закупили много гигантскими дека литрами чтобы она была дешевая чтобы она приехала из германии это все-таки титанический труд все это дело как бы мы это все не хаяли да ты все титанический труд и чтобы она стоила приемлемых там денег 50 рублей за 033 3 то есть вот не это приятненько это хорошо от прямо вот элева элева это вот опять мягонько так сбалансированная самое главное вот в тех трех новинках нихрена нету ничего не вкуса не в стиле ньюингланд по крайней мере стал тоже какой-то очень я не помню что я там говорю он переспиртованный там мало жёночки там что-то жесть какая-то бог но в нем смысла нету потому что у нас крепышей своих вы даже не отличите по идее смысла в нем нету как в таковом как в сущности его существовать блять вот пиздом в общем да кстати я раздумывал о том что и по идее есть перед шлёцкиным такая же ситуация произошла было четыре баночки там сколько потро уже года назад тоже 2 хопрейдер уже позже появился чем святкин хопрейдер значит не так давно может он через полгода появился может через несколько месяцев ну давайте прикинем примерно фельдшевский появился два года назад хопрейдер полтора полтора года назад потом появился зимний как раз же появился вот как раз на новогодние праздники и вот как с фельдшевский нам два стиля об нахер вытянули урбок обратно пою а кстати урбок то на хреном было убирать они оставили пилс на и вид тоже да а вот урбок он прекрасный вообще был я на нем вообще это я его пил хорошо прекрасно а фельдшевский на и виду и вот у этих тоже убрали типа все вот это вот не варите а вот это варите люди берут хорошо идет ну рубок сейчас перезапустили да я него в новом этом как-то там называется в ребрейдинге все обезьянка вкусная как сказать приятно она приятно она мягонькая легонькая с легким оттенком хмеля со вкусом хмеля но не горчит как то так блин жалко что сразу не попробовал ну в принципе ну блин сами видите знаете что никогда мне но вот сейчас появилось время на этих на эти представители и я не разочарован что в фельдшевский нах что в хопрайдерах прекрасные представители не зря они до сих пор уже там два года где-то держится на прилавках держится за прилавок кб и продаются потому что потребитель выбирает все таки как бы мы не считали какой он дурак покупает всякую гадость но все-таки потребитель решает до покупают потому что интересно на попробовать интересно что-то новенькое но второй раз уже не берут в итоге с большим трудом приходится продавать эти остатки а то что хорошо продается из линейки они перезаказывают дальше и дальше вот и все вот такие проблемы все таки мы решаем да слушать приятное пиво супер все не болейте берегите себя будьте здоровы завтра увидимся завтра пятницу будем отмечать будем конечно же будем открывайте для себя новые стили пива это вид открывайте для себя новые пивоварни ну вот этих обезьянок я советую что вчерашнюю что сегодняшнюю до приятное очень пиво по сравнению с той жестью которая была новинки это просто небо и земля для меня лично там такой дисбаланс там такая херобора просто ну на отъебись называется пивовары сделали если честно говоря здесь вот прям хорошечно но все завтра увидимся будем отмечать пятницу пакета до завтра